Всем привет! Сегодня поговорим о кроссплатформенных программах, то есть программы, которые работают и на Linux, и на Windows, а многие из них на Macintosh. Вот такая вот петрушка, потому что с каждым годом их появляется всё больше. Это расширяет, скажем так, ваш кругозор. Почему? Потому что, зная эти программы, вы сможете практически работать на любой платформе, на любой операционной системе, где эти программы можно поставить. Ну, ярким примером является сама сейчас программа Cherry3. Она сейчас у меня здесь установлена на винде. Вот, пожалуйста, не дам, как говорится, соврать. Также она ставится спокойно на Linux. Плюс, значит, вот я, значит, у себя в файлике в мае видео, значит, сделал отдельную графу кроссплатформенной программы. Поэтому после выхода видеоролика вы сможете зайти ко мне на кладовочку на Мегу и оттуда взять свежую версию программы Cherry3, где уже будут опубликованы эти программы. Делается это несложно. Вот, смотрите, практически под любым видеороликом вот так вот берёте любой видеоролик. Под любым моим видеороликом имеется, вот, пожалуйста, ссылочка на мой сайт. Кликаете по нему. И вот, смотрите, My Videos. Пожалуйста, значит, нажимаете на My Videos. И здесь идёте, вот, мое видео. И выбираете файлик без волнистых линий. С волнистыми линиями это так называемые промежуточные бокапы. А вот вам нужно будет выбрать вот этот файлик My Videos.ccb, нажать правой кнопкой мышки, стандартная загрузка. Значит, загружаете его. Сохраняете там, где вам, как говорится, удобно. Вот он уже что-то спрашивает. Сохранить? Ну, пускай сохраняет. Вот, значит. Вот свежая версия файлика у вас есть. Обращайте всегда внимание на дату. Вот, 2 марта 2021 года. Если вы ко мне заскочили на кладовочку, и у вас, значит, дата более старая, ну, можете скачать себе, вот, более свежий файлик, потому что там я, как говорится, стараюсь их держать постоянно, как говорится, в обновлении. Ну, так, как считаю нужным. Итак, значит, что такое кросс-платформенность, мы, значит, разобрались. То есть, кросс-платформенная называется программа, которая может работать на нескольких платформах, на нескольких операционных системах. И, значит, здесь, вот, пожалуйста, смотрите, допустим, программочка винтой. Вот она. Хочу еще раз вам помянуть ее добрым словом. Почему? Потому что у нее есть вот такая штука. У Руфуса он может записать только одну программу и или на МБА с таблицей разделов, или, значит, на GPT. Вот эта вот штука, вот она. Что МБА, что GPT пишет, как говорится, работает как трактор. Все поддерживает. Поддерживает также UEFI Secure Boot. Поддерживает, значит, Persistence. Persistence для многих, значит, еще раз повторяю. Значит, ну, только надо смотреть, как она тут делается. А что вообще такое Persistence? Значит, это такой режим записи из-за образа на флешку, при котором, допустим, вы зашли, загрузились с флешки, в этом режиме поработали, там сохранили, что вам нужно, выключили компьютер, через какое-то время пришли, снова вставили, значит, на флешку, загрузились на флешку в режиме Persistence, и, значит, то, что вы перед этим сохраняли, оно сохранилось. А если работать без этого режима, значит, я... Он тоже нужен. Я называю режим, когда изменения, которые в процессе работы вы там на флешке там делали, они не сохраняются. Этот режим я называю, так сказать, для гуляк и искателей, скажем так, приключений, или для лиц, желающих остаться, скажем, анонимными. То есть при выключении компьютера все изменения, которые были на флешке, они исчезают. Включаете флешку вновь, и у вас она вновь, как говорится, нецелованная. Вот такой вот интересненький, значит, моментик, значит, есть у флешек. Их, значит, нужно там отличать. Вот. Ну, а вообще программка, значит, винтой, ну, работает она, я вам честно скажу, очень хорошо. На неё из-за образа просто берутся и копируются. Никаких там сложностей с установкой нет. Взяли, скопировали и всё. Вот. Дальше. Значит, вот, пожалуйста, я сейчас пишу видео программой ABS Project. Вот она, красавица. Она также работает как на Linux, так и на Винде. Я сейчас тут вообще интересную, значит, вещь делаю. Видите, у меня отключены и воспроизведение, и запись. Вот постарайтесь догадаться с трёх раз. А как же всё-таки я звук-то записываю? А вот таким вот образом. У меня мобильный телефончик. Качество звука очень хорошее. Я сейчас просто говорю в свой мобильный телефон. Затем, значит, я переброшу там к себе там на облако или на компьютер. Тогда буду редактировать видеофайлик. Подсоединю их к видеоредактору. И вы всё равно, как говорится, услышите мой голос. ABS Project, он, значит, вот видите, три символа. Винда, яблочко и Linux. Всё. Вопросы есть, вопросов нет. Значит, дальше очень хороший видеопроигрыватель SM Player. В отличие от VLC, для меня VLC показался очень навороченным. И поэтому я сразу как-то стал пользоваться интуитивно SM Player. Вот, пожалуйста, значит, есть 32-битный, есть 64-битный, есть варианты для Ubuntu и для других дистрибутивов. Да, и в самих Linux'ах у них, как правило, в репозиториях SM Player сидит. Значит, LibreOffice. Ну, что тут говорить. Вот вам ссылочка. Значит, пожалуйста, смотрите. Значит, LibreOffice, значит, он работает, значит, вот смотрите. Сделан для Винды. Так. Вот, есть для Linux'а, LibreOffice. RPM, это там для Fedora и для Sussi, для Macintosh'а и так далее. Опять-таки, значит, кросс-платформенная. Беру теперь, закрываю справа. Очень хороший китайский офис. Вот. VPS. Сейчас вот я закрою, тут вот ненужные. Вот. Кросс-платформенная. Пожалуйста. Android, Винда, Linux. Ну, как говорится, я уж не знаю, что там и что вам надо. Есть даже он, VPS Office для веба. Пошли дальше. Долгое время я как-то не обращал внимания, значит, вот на такой вот интересной программку. Всё, как-то пользовался ей на Винде, на Винде, на Винде. Я потом смотрю, вон, так она и на Linux'е работает. Ну, поставил к себе на Linux, поставил к себе на Arco Linux и поставил к себе на MX. Ну, чё ты побери. Так прекрасно всё работает. И очень даже всё это, как говорится, дело нормально. Качает и обычные файлы, и торрент-файлы. Гребёт всё, как говорится, без разбору. Так что у меня нареканий к этой программе нет. Вот она у меня, я сейчас её там почистил. А так, вот она сидит, автоматом цепляет все загрузки, как говорится. И куда укажете ей, туда она их и сохранит. Так что вот ещё одна хорошая кросс-платформенная программа. Да и интерфейс у неё симпатичный. Пожалуйста, вот парочка видеоредакторов. OpenShot. Вот инсталлятор для Винды. Вот есть для Linux'а. Тут для операционной системы Chrome. И для Яблочка. Пожалуйста. Очень хороший видеоредактор ShotCut. Вот, пожалуйста, здесь вот для Винды. А здесь вот, смотрите внимательнее. Вот Linux, Macintosh и Windows. 21 год, 27 февраля, совсем свеженький. Вот, тоже хороший видеоредактор. Ну, а удастите? Давайте посмотрим. Видите, три значка. Винда, Яблочко и Linux. Пожалуйста, как говорится, пользуйтесь на любой платформе. То есть у вас уже вот такого чувства, неудобства не будет. Виртуальная коробочка. Всё, пожалуйста. Вот, идёте сюда. Вот, тут есть для Винды, есть для Mac'а, есть для Linux'а, даже для Solaris'а есть. Выбирайте, смотрите, что вам больше подходит. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут со Скайпом творится. Вот, смотрите. Macintosh, Linux и Windows. Здесь, значит, вот скачать для Windows. Для Винды. А можно скачать дебяновский файлик для Linux'а. РПМовский для Fedora, для SUS'и. Тут ещё есть он даже snap-файл. И для Винды. То есть, понимаете, вот сейчас многие разработчики, они стараются уйти, как говорится, от привязки к какой-то там одной операционной системе. Вот. Если вы видите сразу вот таких несколько значков, значит, это говорит о том, что у вас программа, скажем так, хорошая, над ней люди работают, думают. Вот, посмотрите, WhatsApp, да? Официальный WhatsApp. Вот. Если вы пойдёте, то он будет только для Винды и, по-моему, для Android'а и для iPhone'а. Можно пойти вот таким образом. Поставить это расширение к себе на браузер и пользоваться им себе на здоровье спокойненько. Вот у меня... Сейчас открою. Вот у меня стоит... WhatsApp у меня. Всё, пожалуйста. Всё нормально, как говорится, работает. Ну, и что тут ещё напоследок? Я такого нашёл. А. Его я использую на всех платформах. И на мобильнике, и на Linux'е у себя, и на Windows'е. Месседжи. Это, как говорится, тоже сам Бог велел. Телеграмм. Не знаю, я вам показывал или нет, но... Вот Телеграмм тоже есть. Смотрите. Вот. Есть и для... Для Mac'а, для Linux'а, для Windows'ы. Всё нормально. То есть, старайтесь всегда как бы отдавать предпочтение или выбирать программы, с которыми вы собираетесь работать. Старайтесь именно вот так вот делать, чтобы программа была многоплатформенная. И с другой стороны, если программа многоплатформенная, значит, над этой программой работает не Вася Пупкин, из какой-нибудь деревеньки и ковыряет в носу. Работают, скажем так, серьёзные люди. Как правило, у них интернациональные команды со многих стран мира. А это значит, что они, как говорится, здесь пришли сюда надолго, с серьёзными намерениями. И у вас, как говорится, уже есть основания, ну, на длительный, по крайней мере, период времени рассчитывать на них. У меня была любимая программа SystemBug, я по ней массу видеороликов сделал. У неё был только один разработчик. Года там четыре назад, по-моему, я уж не помню. А он просто взял и прекратил дальнейшую разработку программы. И всё. Программа продолжает работать. Вы её можете поставить на Linux Mint. Ну, насколько хорошо она там будет работать, я сейчас не знаю. Вот. Ну, тем не менее, видите, один человек, если что-то, и привет. А вот, допустим, MX, операционная система, я вот недавно вставил MX-KDE, MX-19.3 KDE 64-битную, а у неё встроенная нормальная программа, которая создаёт изообразы, уже настроенные, как говорится, рабочей системе. Вот последний ролик я сделал как раз по моей сборке, по программе MX-19 KDE. Вот. Пожалуйста. И хоть она и не кросс-платформенная, а привязанная к MX, ну, по крайней мере, за ней, за этой программой стоят разработчики. Стоит коллектив, которые, как говорится, поддерживают в надлежащем состоянии и так далее. Поэтому основную массу, конечно, программ старайтесь выбирать кросс-платформенная. Ну, допустим, есть такие программы, как MX, которые сделают изообразы настроенная система. Ну, тут уже, как говорится, держите это дело в себя на заметке. А почему бы и нет? Вот такие вот вещи, пироги с котятами я бы вам хотел сегодня предложить. Ну, не знаю, стоит ли мне перескакивать на Linux, потому что, ну, что, ну, перезагружусь, ну, увидите вы, ну, новую там картинку. Ну, и что? Лениво. Поскольку речь здесь идет о кросс-платформенности, о кросс-платформенности я вам основной, как говорится, канамудал, под видеороликом можете присылать мне еще какие-нибудь кросс-платформенные программы, которые вы найдете и посчитаете нужным дать мне об этом информацию. Ну, ради бога. Вот. Ну, ладно. Значит, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, успехов, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok